Я не люблю про себя говорить Саша Ну, Саша, ну, можно много разговаривать Он был очень такой Ну, особенный, я бы сказал, человек в моей жизни Я его очень сильно люблю Не знаю, это такая братская любовь Потому что мы всегда были с ним в теплых отношениях Мы росли в одной комнате Потом, когда нас даже разделили по разным частям квартиры Мы все равно как-то в большинстве своем проводим время дома вместе То есть как это было в детстве, так это осталось и сейчас Мы постоянно разговариваем, мы смотрим какие-то фильмы Иногда реже, иногда чаще Иногда, конечно, хочется побыть одному, там, ну, не говорить ни с кем Но в принципе, то есть для меня это всегда был собеседник У него нужно всегда услышать какой-то совет, не знаю Взвешенный, рациональный, добрый Я, в принципе, знаю, что всегда этот человек будет желать мне исключительно добра Вот этот человек, который меня уверен на все сто процентов Он очень хороший, замечательный такой человек Это правду говоря, что в детстве Как бы нужно перерасти этот период, когда двое детей не хватит между собой Но потом что-то случается или как-то начинается какая-то такая крепкая дружба Я настолько не представляю вообще, как так могло быть, если бы у меня не было брата Потому что, ну я, может быть, даже где-то со своей стороны через чур полагаюсь А это не очень правильно Он слишком много для меня, значит, вообще в моей жизни Поэтому Вот что интересно, иногда чувствую Хоть у нас разница пять лет, я старше, да Но иногда у меня такая непроходящая мысль, что Роли как будто бы, знаешь, поменялись Так чувствую, что, да, человек как-то растет Уже без твоего влияния даже Не то, что ты хочешь на кого-то там повлиять Но просто уже свои какие-то интересы в своей жизни Ну я как-то жду чудес вообще-то Очень, вот я замечаю за собой такую черту Наверное, это плохо Я очень надеюсь Именно какой-то толчок То есть он должен пройти как бы вообще Из ниоткуда Блин, на самом деле я всегда жду какого-то события Которое вот переверляет все Ну вот, я не знаю, что-то, по-моему, должно произойти такое Что в корне вы меняет на времени Вот, я надеюсь, что такое произойдет Кино я смотрю в основном с братом То есть он у меня как бы брат-поставщик хороших фильмов Ну он больше арт-хаус любит Я все-таки как бы не настолько любитель Вот, но в целом, то есть зачастую фильмы, которые он показывает Вот, мне не нравится Кино я люблю всякое Очень много, конечно, вообще побольше Ну в основном какие-то тоже человеческие драмы Где показаны мысли страдания, переживания Вообще вся эта тема про страдания Это всегда ко мне Я бы из людей Не знаю Порой, порой как бы нормально А в целом, то есть Для меня люди это настолько непостоянное Что ты не знаешь, как к ним относиться Вот, кто у меня это Иногда кажется, что кто-то из близких Может что-то такое сделать Или в принципе ты как-то к ним так относишься В другой день ты просто, не знаю Ходишь по улице, тебе не нравится прохожий в этот день Один раз обжегся, вообще сильно Не один раз, что-то на сколько А не то, что я не доверяю Я стараюсь открыто к людям относиться Но ввиду своей закрытости Это как-то выглядит очень странно Это выглядит как будто Ну что ли я не иду на контакт Или как-то так, может быть Ну я верю, что очень много хороших людей Просто я их еще не встретил Еще я боюсь бедности Очень сильно Я не знаю, почему для меня это вот прям так было Я бы никогда не хотел оказаться где-нибудь В траншее, прям заданном в угол Вот это я боюсь Тотально никому не нужность Или боюсь того, что так вся жизнь пройдет В ожиданиях каких-то, каких-то надеждах Я знаю, очень часто себя чувствую Как-то в какой-то прострации Может быть Потому что, знаешь, бывает такое ощущение Когда все вокруг движется, а ты Ментально застрял еще в том месте Да мне кажется, я сейчас больше в реке, знаешь Которая несет меня фиг-то никуда Я даже не пытаюсь сейчас выбрать направление Я просто в какой-то буре событий Пытаюсь, ну знаешь, как-то все равно Забирать чуть-чуть, хотя бы курс небольшой Но тем не менее, все равно несет еще сильно То есть сейчас у меня такая стадия в жизни Когда я просто, не знаю, качусь к уголям с горы И в итоге, не знаю, куда-нибудь и прикачусь А самое главное — любовь Я верю влюбленность и привязанность Я верю влюбленность и привязанность А любовь — это, мне кажется Ну да, это следствие любви Влюбленность и привязанность То есть, когда мы встречаем какого-то человека Мы испытываем вот эти самые такие Буря эмоций, чувства, чувства, чувства А потом, то есть, ну ты как бы привыкаешь к этому человеку И тебя уже не может больше так сильно радовать Я не знаю, впечатлять Стимулировать тебя на какие-то поступки и так далее И если привязанность не родилась у тебя к этому человеку То есть ты просто не привык к нему Тогда, ну тогда нет ничего Ну я на самом деле очень верю Из первого взгляда и из которого вы Неважно Ну это, это же движущая сила Всего Вся вселенная Это столько всего вокруг происходит Ты думаешь Нужен как... Любовь нужна как якорь человеку Вот Это так очень просто звучит На самом деле, мне кажется, это так и нет В данный момент я очень сильно Не знаю Взглянуть на Влоды моего труда И понять, что Ну, блин, ну да Хорошо все Ну вот в плане Быть довольным собой, наверное То есть Я зачастую очень доволен собой всегда И Мне просто очень сильно иногда хочется Наконец-таки стать довольным собой Конечно, я понимаю, что с другой стороны Не стоит этого делать Это тебя может затормозить очень сильно Ну, мне кажется, на данный момент времени Для меня это очень нужно Данный момент Именно для себя Не знаю, я больше хотел путешествовать Путешествовать Заниматься чем-нибудь Интересно Ну, нет, это, конечно, раскрывчато звучит Больше всего я бы хотел, конечно же, любви Как будто банально не звучало Смерть Ну, просто нейроны остановились Все И До свидания Какая Ну, все Это Это Энтропия Боже мой Неужели Просто Все Распадается вокруг Мир Мы Не знаю Собака, которая пробежала Там Может, сегодня-завтра умрет Все умрем И я к этому всегда спокойно так относился И Не знаю Мне кажется, это настолько естественно Что Ты про это ничего сказать толком не можешь Ну, хотя Скорее всего Если я доживу до старости Я стану старым такими Я, наверное Буду уже другого мнения Потому что она будет вот-вот Ну, в смысле Она и там, в принципе Каждый день у нас вот-вот Она может наступить Может, не наступить Может, трамвай тебе сидит Не знаю Может быть Ты упадешь в траншею Шерсть ли свернешь Но, когда ты старый Тогда ты просто знаешь Что это вот Может случиться вообще Прям Сто на сто Завтра И тогда ты начинаешь Бояться смерти Вот Ну Тем не менее Замечало Как старые люди Все равно к ней относятся И все себя копят на похороны Смерть? Ну Хочется думать Что это продолжение Но почему-то кажется Что это абсолютно Ничего То есть Это Возвращение в ничто Ты знаешь Неисбыточная мечта Каждого человека То есть Что Потом Что-то будет Второй шанс Будет Не знаю Что-то новое Даже не жизнью Может, что-то другое То есть Какое-то Другое состояние Другое пребывание Даже может быть Не тут А где На другом месте Я бы хотел Подоверить Но Что-то Меня Всегда Останавливает На этой мысли Мне кажется Что-то невозможно Естественно Я люблю своих родителей И свою семью Но Я прихожу К такому выводу Что Не всегда Вот эти домы Которые тебе навязываются Они вообще Должны иметь место В твоей жизни И чем дальше Тем не даст Ты ее все ощущаешь Может быть Как-то Плохо это случается Да Не знаю Я как-то устал От Постоянных Вот этих Вот Каких-то Непониманий Ну Видимо Потому что Родители Мы их не выбираем Их нужно Учиться Принимать А Нет Я не люблю Некоторые Некоторые Как-то Слишком все еще Сыра Как-то Это Ну Да Скорее всего Это Семья Которая Ну Всегда была Как-бы Реонансована В детстве Разумеется Вот И В принципе В детстве То есть Я всегда Трепетно Относился к своей семье И отец Постоянно делал Какие-то поступки Такие вот Очень Непонятные Для меня Скорее всего Скорее всего Которые Родили В последующем Вот эти вот Чувства Тебе прям много чего не нравится То есть Тотец В принципе Не может быть хорошим Потому что Ну Ему приходится быть Говником За всю ту жизнь И Часто Проявляется Наша Мужская Сущность То есть Я скорее всего Когда буду воспитывать своего ребенка Я тоже буду говником В каких-то Моментах И аспектах Вот Но Тем не менее Вот Мыслись На это Раньше Такие вопросы В голову Не приходили Почему люди Начинают вспоминать Своё детство Как они Так хорошо Потому что Вообще Не было никаких Условностей Ты рос Ты воспринимал жизнь Так как Кто должен быть Воспринимать Вообще Как любой человек Поэтому Я считаю Вот на данном этапе Что Люди Которые Стремятся К просветлению Они Очень часто Имеют в виду Своё детство Все вот эти Незамотнённые В какой-то Конденсированной В форме И ощущения Вот этой Свежести Навизны И всего Поэтому Как-то Хотелось Туда К этому Вернуться Хотелось бы Заново Почувствовать Себя Свободным Именно Вот От всей Этой Шелухи Которая Хочешь Не хочешь На тебя Не всегда Плохая Не всегда Хорошая Просто Очень много Лишнего В себя Впитываешь Любой человек В себя Впитываешь Очень много Лишнего И со временем То есть Уже Не отделяет Но Вот Это Смешно Конечно Звучит Это детская Непосредственность Почему Тает Как Это Как Это Вот Так Наверное Так Вот Наверное Вот Наверное Так Тебя Уже В Подписывайтесь А В В Продолжение следует...